И как голосование проходит в других городах края, сегодня поговорим о Железногорске. На связи со студией главный редактор 12 канала Людмила Кротова. Добрый вечер. Добрый вечер. Людмила Георгиевна, у вас какая явка? Насколько активны горожане? Вы знаете, у нас работает 41 избирательный участок, и явка пока еще незначительная. Только пошел процесс. Но вы знаете, удивительные вещи творят наши чиновники. Сегодня прошло в администрации совещание, где была приглашена вся социальная сфера. Это руководители детских и дошкольных учреждений, директора школ, управления культуры, где была поставлена задача за сегодня и завтра организовать досрочное голосование 90%. Дело в том, что одно дело, когда чиновники агитируют, чтобы люди приходили на участок и голосовали. Другое дело, когда их понуждают, заставляют. И мне кажется, это такая медвежья услуга нашему президенту, когда чиновники на местах творят, мягко говоря, вот такие вещи. Это подрывает саму процедуру, само мероприятие. А есть ли у вас, кстати, во дворах вот эти веселые пункты в палатках, в багажниках? Есть. Но они как-то у нас вяло работают. Они на самом деле есть. Пока у нас никто не выиграл машину, квартиру. И я считаю, что вот эта лотерея – это тоже подрыв самого мероприятия. Это, мне кажется, какая-то деструктивная сила, потому что маркетинговые ходы, вот в данном случае, они, на мой взгляд, неуместны. Они только оторгают людей, как и понуждение к голосованию, как загон людей, как баранов на избирательном участке досрочно. Многие же хотят подумать. Может быть, прийти 1 июля, потому что это праздник. Вот такими действиями чиновники, я считаю, наносят ущерб президенту. Вот это моя политика. Скажите, а ходят по домам? Насколько это распространенная практика? Потому что в Красноярске ходят ко всем теперь. И насколько при процедуре голосования на домной и на участках соблюдены меры безопасности? Ну вот сегодня к нам в редакцию звонили люди, говорили, что не соблюдается меры карантинные. Но вот таких вот звонков, что ходят по домам, пока у нас нет. Это, наверное, редкие случаи. Может быть, будут ходить там, не знаю, завтра, может быть, первого числа. По крайней мере, в этом плане Железногорск пока город спокойный. Но у нас люди активные, и если будут какие-то нарушения, они, конечно, будут звонить и будут об этом рассказывать. И последний вопрос. А люди в целом как настроены? Это я вот спрашиваю в силу того, что сейчас везде публикуют данные разных опросов, экзит-полов. Ну, мне кажется, вот мы когда проводили опросы, так 50 на 50. Потому что многие, кто-то не хочет вообще идти голосовать, а кто-то хочет голосовать за эти поправки. Их достаточно много, 206 поправок, а кто-то хочет против. Поэтому это право каждого, как делать выбор. Мне кажется, что нужно идти обязательно и проголосовать, ну, соблюдая меры, которые во время пандемии. Это моя такая позиция. Спасибо большое. Людмила Кротова, главный редактор канала «12» из Железногорска, была у нас на связи. Она рассказала, как проходят выборы там.